кофеек есть у меня 20 минут почему 20 минут потому что сегодня тоже подарок для всех я приехал в гости к одной из своих учениц и к ней приедет тоже девушка девушка и уже 45 лет вы увидите в какой на шикарной форме всю жизнь занималась гимнастикой выступает очень успешно сейчас здесь фитнес-бикини начала выступать в 40 лет это к вопросу о том как и когда вообще можно начинать заниматься именно тренажерном зале на улучшение своей фигуры вы увидите все это мы будем готовить для вас один тыквенный пирог очень полезный очень вкусный и естественно возможно поотвечаем на какие-нибудь ваши вопросы тоже если сейчас у вас есть вопросы пишите у вас есть время задать их мне и я с удовольствием обязательно на них сейчас отвечу пока вы думаете скажу вам о том что книга о женском тренинге женском питании женском подходе к этому вопросу к этому делу уже почти готова почти завершена над названием я все еще думаю и жду от вас ваших предложений изучаю те которые вы уже прислали не стесняйтесь пишите мне интересно как и что вы думаете пока лидирует я кстати честно говоря не очень верил в то что какое-то название какой-то вариант предложены мне подойдет понравится потому что вы знаете у меня голова не совсем нормальная и не совсем стандартная мыслью подхожу к различным вопросам но вот название крепкий орешек или факт фитнес по-женски или факт фитнес для женщин посмотрим что-то в этом варианте различные может как-то обыграю постараюсь попробую что название звучало именно так но вы не стесняйтесь и присылайте свои варианты потому что он может быть оказаться еще лучше не забывайте что самый популярный вариант который наберет больше всего лайков получит шикарный приз бесплатное вступление в мою закрытую группу а сейчас это 250 долларов и если я чье-то название буду использовать то вы получите год целый год бесплатного онлайн тренинга со мной это я вам гарантирую ну давайте посмотрим перейдем к вопросам и я немножечко на них вам по отвечаю так отмотаем назад влияет ли плоскостопие при силовых приседаниях друзья но смотря на что влияет я надеюсь скорее всего вы имеете ввиду как-то на ваше здоровье плоскостопия вообще не есть хорошо но если она у вас появилась то она никуда уже не денется если конечно вы уже взрослый человек но в детстве это все очень хорошо можно исправить и вы обязаны это делать вы обязаны это исправлять егор твои отношения отношения к пякину и коп в целом ну друзья я всегда за то когда люди мыслят размышляют это заставляет нас смотреть на вещи под разными совершенно под разными углами и коп конкретно я общался с людьми общался с людьми которые близки к самому создателю кого были на самом деле их концепция мне симпатично и в целом я считаю что это очень и очень хорошо расскажите про запрыгивание на тумбу сколько повторений и подходов для лучшего выбрасывания гормонов если речь идет о том что вы уже освоили это движение то необходимо запрыгивать на высокую тумбу платформу но на реально высокую чтобы у вас был легкий стресс чтобы вы всегда немножко сомневались где-то запрыгнете вы или нет три подхода по 10 запрыгиваний с гарантией сделают вам очень хороший выброс гормонов но будьте очень внимательны сразу же не начинайте не подходите к этому с бухты барахты необходимо подходить к этому так же как и к любому другому упражнению сначала запрыгивайте на платформу которая не вызывает у вас страха особенно если вы девушка следите за тем как вы это делаете обучитесь технике выполнения данного упражнения потому что девочкам очень сложно прыгать правильно чтобы грамотно запрыгивать на опору на высокую платформу необходимо прыгать вверх поджимая коленки к плечам груди девочки обычно прыгают вверх колени остаются внизу сгибаются только голени само бедро остается направленным вниз это неправильно нужно выпрыгивать и вы как бы залетаете на эту платформу это шикарное плеометрическое упражнение которое кстати не только выбрасывает гормоны в кровь но и помогает развивать силу это тоже не нужно забывать поэтому я рекомендую совмещать различные виды тренинга Егор что лучше занятия с инструктором или занятия онлайн с описанием друзья здесь сложно сказать ведь если говорить в общем то конечно с инструктором заниматься лучше однозначно когда вы живую работаете с тренером если этот человек грамотный если вы уверены в его знаниях если вы доверяете ему это всегда лучше не зря говорят что тренер как отец родной но таких людей единицы если у вас нет такого тренера то можно тренироваться и онлайн можно тренироваться беря дистанционно уроки у хорошего грамотного инструктора но это тоже не панацея и тоже не страшно даже если вы не найдете или если вы не можете позволить себе такой тренинг потому что он тоже не дешевый на самом деле хорошие тренера не продают себя дешево потому что так устроен мир и я тоже в этом уже убедился когда ты даешь людям что-то бесплатно или недорого а люди говорят дешево понимаете недорого и дешево это разные вещи недорого можно можно и нужно помогать я многим помогаю вообще бесплатно но вы знаете это прекрасно никогда не преподавайте себя дешево потому что если вы преподносите себя дешево вас и будут воспринимать как дешевку к сожалению так устроен этот мир к сожалению такие люди такие мы с вами все это я не говорю сейчас про кого-то большинство людей и наверняка я тоже такой же поэтому если у вас нету не под рукой хорошего грамотного тренера если у вас некому довериться дистанционно найдите информацию из учебников из книг сейчас вышла уже моя книга ступени натурального бодибилдинга или факт фитнес скоро выйдет книга чисто для девушек для женщин и если вы изучите эти книги вы можете спокойно самостоятельно заниматься отслеживая свою технику это будет сложнее более трудоемкий процесс но даже возможно больше вы будете ценить то что вы достигнете и как это делать у меня есть статья и в книгах я это описываю все очень просто изучите идеально ваш технический чтобы ваша база теоретической техники была на сто процентов затем выполняйте любое упражнение с минимальными весами или вообще без веса и снимайте это на видео со стороны с разных ракурсов когда у вас есть определенный базовый фундамент теоретических знаний и вы будете видеть как вы выполняете это движение со стороны это на самом деле идеально и я даже советую так делать если у вас есть тренер если у вас есть персональный инструктор или кто-то вас тренирует дистанционно делайте так обязательно о чем речь? о том чтобы снимать себя со стороны на видео с разных ракурсов когда вы будете поступать подобным образом вы настолько отточите свои знания и свою технику что будете поверьте мне лучше большинства из всех существующих инструкторов это бесценно итак есть ли у нас еще вопросы здравствуйте Егор какие упражнения эффективнее на задние дельты? спасибо у меня есть видео есть статьи об этом и кстати задняя дельта именно она определяет задает весь массив остальным дельтам насколько будет хорошо развита средняя дельта передняя задает именно задний пучок а заднюю дельту практически никто не тренирует вот три моих лучших упражнения на заднюю дельту когда я тренирую дельты или спину я начинаю тренировку всегда с экстензии вы знаете и даже если не тренирую эти группы мышц любую группу мышц любую тренировку я начинаю с экстензии но когда я тренирую дельты я начинаю делать экстензии с одновременным отведением гантелей в стороны в этом тренажере это шикарное гормонно выбрасывающее упражнение обращаю на это ваше внимание единственное соблюдайте технику так что друзья это первое упражнение второе когда вы поднимаете лавку на которой вы жмете гантели для грудных мышц но ложитесь на лавку к грудью примерно угол 30-35 градусов 45 это уже будет высоко и делаете тоже отведение гантелей в стороны четко фиксируясь на работе заднего дельтоида и еще одно упражнение это разведение в тренажере бетерфляй пэкдэк обратный пэкдэк он правильно называется садитесь в тренажер четко конкретно красиво и самое главное эффективно чувствуете не отвлекаясь ни на какие другие другие мышцы ассистенты вот рейтинг трех упражнений которые я практически всегда включаю в свою тренировку дельт что и вам всем рекомендую ну что друзья пришло время иду я и вы далеко не уходите через какое-то время минут через десять пятнадцать я снова подключусь и мы уже в прямом эфире с девчонками будем готовить рассказывать вам интересные вещи а если у вас есть какой-то вопрос на который я не успел ответить или который вы не успели задать обязательно пишите их в стационарных постах здесь в инстаграм у меня вконтакте и лучше всего это делать на моем ютуб канале там я все вопросы просматриваю и на все вопросы отвечаю ну что друзья не уходите далеко следите за эфиром скоро уже минут через десять увидимся